Позитивный, целеустремленный, с открытой улыбкой. Таким Виталий Данилова знают его многочисленные знакомые и друзья, с которыми он вырос в Щелкове. Серьезное происшествие, произошедшее с ним в 26 лет, перечеркнуло все планы. Перелом позвоночника в автомобильной аварии и инвалидное кресло. Виталию предстояло научиться жить в новых условиях. Изначально травму воспринял как вызов. И решил, что буду бороться изо всех сил и, несмотря ни на какие диагнозы, вопреки обстоятельствам, буду идти до победного. Первое спортивное испытание молодой человек устроил себе аккурат в свой день рождения, 12 июня, когда вышел на марафонскую дистанцию. Но преодолев 5 километров, увидел, что в самый ответственный момент у его коляски отломалось колесо. Изначально как бы разочарование, горе неудачи. Но потом я сподхватился и продолжил дистанцию на трех колесах. И удачно финишировал через 6 часов 50 минут. Это был мой первый марафон. Виталий заболел спортом и начал много и долго заниматься бегом на коляске. В личной копилке спортсмена 14 марафонских дистанций и более 30 полумарафонов. Многое делал на автомате, не рассчитывая на результат. А победы, безусловно, были. Щелковец первым в России примкнул к новомодному движению «Паркран», что означает «бегущие в парке». В парке Буши, что в предместе Лондона, Данилов был единственным россиянином из 6,5 тысяч участников гонки. Но главным своим достижением Виталий считает тренировки в российской сборной по керлингу на колясках у наставника Антона Батугина. В нее входят лучшие игроки из разных клубов – Челябинска, Санкт-Петербурга, Москвы и области. Путевку в керлинг спортсмен получил от Ирины Шихкеримовой, руководителя Щелковского центра адаптивной физкультуры спорта «Спартанец». С 2013 года каждый раз спортсмен становился призером российского чемпионата. Шутим с командой, что мы похожи на пингвинчиков, которые в морозилку помещены. Но, тем не менее, такой азарт еще называют шахматы на льду, бильярд на льду. То есть азарт очень высокий, очень важны тактические навыки, технические, безусловно. Поэтому очень интересный вид спорта. Нынешний год со всеми его сюрпризами стал для нашей сборной невероятно удачным. На чемпионате мира в швейцарском городе Вицехоне команда Виталия Данилова завоевала золото. Имя Щелковца выгравировано на переходящем кубке. Виталий придерживается плотного графика тренировок. Цель обязывает. В 2022 году сборная рассчитывает выступить на паралимпийских играх в Пекине. И Щелковец близок к воплощению этой мечты как никогда. Уходим в работу, уходим в тренировки. То есть внутренние соревнования у нас не закрыты. Международные соревнования на данный момент у нас отменены. То есть за границей не принимает нас. А так у нас сложился уникальный опыт именно тренировок. И мы устраиваем себе и турниры. Напряженные тренировки не мешают Виталию наслаждаться жизнью. Страстные увлечения, прыжки с парашютом. Первый спуск Щелковец совершил через год после аварии. В этом году повторил прыжок в девятый раз. Эмоциональная встряска помогает ему контролировать стресс. Когда ты чувствуешь, что требуется какой-то выброс адреналина и хочется себя в очередной раз проверить, это возможность как раз сделать это. На самом деле море удовольствия. Пожалуйста, пятый океан, небо. Еще одно экстремальное увлечение Виталия Данилова – вейкборд. В нем спортсмен сочетает в себе элементы воднолыжного слалома, акробатику и прыжки. Поехал, 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 поехал. Как говорит наш тренер, чтобы завоевать одну большую медаль, нужно завоевать много маленьких. И поэтому я пробую себя в разных видах спорта, не даю себе скучать и закаляю дух и тело. Личный рекорд. Виталий Данилов побил три года назад. Создал свою семью, чему невероятно счастлив. У меня родился сын. Это я считаю самой такой яркой страничкой в моей жизни. Приобщаю его к спорту. Гришенька, привет! Михаил Налетов, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.